добрый день дорогие друзья добрый день на нашем канале каждый день добрый день меня зовут олег сегодня я один представляю все наше семейство вы находитесь на канале жизни нашей семьи интересных путешествиях приятных новостях интересных событиях удивительных людях сегодня у нас не совсем обычное путешествие точнее раньше это было абсолютно обычное для нас путешествие путешествие финляндию сейчас прошло наверно два с половиной года как я в прошлый раз ездил финляндию понятно что был к вид были закрытые границы сегодня 26 июля 22 года буквально 10 дней назад 15 числа открылись границы с обеих сторон вроде как стало можно ездить собственно говоря этим я не применил воспользоваться прежде всего по служебной необходимости давно назревала встреча с финскими коллегами и собственно говоря я отправился в дорогу все навыки утеряны честно то есть раньше был у нас алгоритм мы всегда были готовы несколько лет было так что я ездил на работу у меня загранпаспорт все необходимое страховка была с собой я покупал для выезда грин карту это европейская сага она тоже лежала с собой бардачке сейчас безусловно этого всего нет предстоит купить грин карту надеюсь ничего не забыл все проверил выехал я ровно в четыре утра к чему такой экстремизм как я говорил еду я на деловую встречу в хельсинки просто так по навигатору показывает что ехать пять с половиной часов но это без учета границ как сейчас за сколько проходят границы конечно вы сами понимаете это загадка загадка потому что времена совсем другие все по-другому вот давайте вместе и посмотрим что происходит на границе сколько по времени это займет еще раз как я сказал отличный ориентир ровно в четыре часа я отъехал от дома давайте посмотрим как быстро смогу пройти границу за сколько доберусь до хельсинки что происходит а пока пока наслаждаюсь красотами утреннего залива рассвет на заливе в принципе конечно уже не белые ночи но шикарно актуальные цены на грин карты я беру самую простую 1670 рублей понятно кто ездит постоянно выгоднее брать на дольше срок на месяц там или на 23 второй раз вышел более успешным грин карта куплено 1670 рублей заплачено и все я движусь по прямой теперь впереди таможенный пост арфеновка и вот тут да кстати времени уже 605 больше двух часов заняла у меня будет интересно потому что переход границы как это работает сейчас сколько займет по времени какие нюансы смотрите что будет дальше недалеко от границы километрах наверно в 10 максимум есть еще один лукойл в принципе кто едет далеко конечно тут важно наценить себе чего-нибудь кстати вот еще один пост проверки документов буду показывать обычная пограничная формальность но даже на торфяновку стало два поста одно время их не было вообще и вот лукойл принципе по нормальной цене можно заправиться я не буду выверять потому что в принципе он еще показывает на 700 километров ехать на хельсинки мне меньше двухста то есть в принципе да даже если не хватит чуть-чуть топлива я все равно заеду на финскую заправку потому что покажу сколько стоит бензин но для этого нужно сначала пересечь границу кстати время 6 30 в дороге мы 2 часа 31 минуту и подъезжаем границы все распроверили паспорт и дали вот такую бумажечку на выезде с пункта пропуска нужно отдать это по-моему беларуси так раньше было еду дальше о как-то здесь был один раз смешной случай тоже мы рано выехали я маневрировал между полосами пытался найти какое-то оптимальное решение и столб въехал попой сегодня не буду маневрировать не буду искать самых оптимальных решений благо машин не так много как мы видим все машины вроде как на российских номерах ну что 15 минут оформление таможня на нашей границе досмотр я не скажу что с пристрастием до машину постучали зеркалами но без злобства какого-то особо duty free работает но мы туда особо и так не ходоки а сейчас такое время тем более потому что еду я на сегодня-завтра с ввозом алкоголя финляндии сейчас учить сложности но и он нам особо не нужен что сказали таможенники вдруг кому-то пригодится информация возить можно сейчас товаров из финляндии на 1000 евро и 31 килограмм лорни 25 31 килограмм на человека по алкоголю можно ввозить без пошлины 3 литра и еще 4 5 литр уже с какой-то пошлины не знаю то есть какую-то денежку надо платить если на на больше пяти литров то вообще я ей все выезжаю даю вот этот магический номерок ребятам ну и еду дальше включаю свет потому что финляндии свет должен быть включен всегда раньше это какой-то наш все срабатывало сейчас главное не забыть потому что за все штрафы за превышение большие штрафы за парковку но у меня еще по старым временам ой лежит хотел сказать а он сломался за эти годы елы-палы так что чего себе придется покупать на заправке где-то парковочный год и годы берут свое он развалился такой парковочные часы расскажу потом о них ну для исторической достоверности 658 я подъехал на финскую таможню посмотрим сколько займет по времени оформления здесь на 10 минут и мы в финляндии перед нами машины смотрели не знаю связано это и как-то или нет наверняка нет но там были такие скажем так не скромные автомобили дорогие mercedes и прочее нас вот три машины их даже смотреть не стали такие обычные факт то что здравствуй финляндия не прошло и трех лет до скоростной режим соблюдаем легендарный табойл то есть три часа с небольшим и мы уже финляндии кстати аутлет царь не знаю как они живы сейчас понятно что в это время закрыто такой амбициозный проект бренды и так далее так далее и тут пандемия и прочее прочее дела не знаю посмотрим как будет время может быть завтра и заеду первое финляндии аутлет деревня находится здесь мыс спасибо большое мы с лоры как-то заезжали так сильно нас не впечатлило цены высокие мы еще по-моему ехали из германии если не ошибаюсь и нам они вообще показались очень высокие на одежду посмотрим может быть даже заглянул зависимости от того что кстати мы еще не совсем знаем потому что спросил у наших таможенников что у финнов с ограничением по вывозу валюты он сказал я не в курсе спрашивайте у них ну вот как я слышал что вы ввозить можно сколько угодно а вот вывозить только 150 евро посмотрим может это не так еще раз но спасибо девушка но факт то что на въезде финляндию но у нас у меня никаких не возникло проблем никто не смотрел ничего не было и так хельсинки 187 километров здесь достаточно приличная дорога по финским меркам можно ехать 100 километров это классно превышать не надо потому что как платить сейчас штрафы непонятно в обычной жизни так что буду ехать аккуратно смотреть по сторонам не совсем внимателен 95 бензин 218 практически 98 23 ну и какой-то продвинутый бензин 235 то есть все как и говорили стремится к двум с половиной евро уже страшно ну я нам когда в предыдущий раз заправлялся было евро 30 наверное ну вот как я читал все оказалось правдой теперь просто так не поиграешь нужно регистрация это борьба с игровой зависимостью насколько я понял магазин понятно что здесь цены повыше чем чем везде будут ну как всегда на заправке да но можно купить пожалуйста молоко евро евро 30 до 2 35 различные пудинги мы их тоже раньше любили есть какие-то перекусы в общем обычный магазин в принципе можно жить тут и бургеры на разогрев и что-то еще понятно соки алкогольная история тоже не продается но во всяком случае как обычно здесь до 4 градусов по моему можно купить единственное урочные часы такие нарезки в общем все как обычно показываю медленно чтобы как-то было видно цены щеколадки кстати шоколадки дешевые 239 как говорит марку самое главное брать карл фацер синий мороженое замороженные булочки тоже опасная штука финляндии то что они очень вкусные вот карельские пирожки такая большая упаковка 2 евро даже на заправке 3 евро килограмм 3 10 различные булочки ну понятно пиццы это немецкие тем более так финские это булочки с яблоками с мясом со всем чем угодно очень опасные потому что вкусные разогревается легко действительно реально вкусно от фацера замороженные булочки этого всегда очень много мороженое мороженое финны обожают пингвин без лакричные лора ну блин не привезу я тебе извини как я говорил напитки такие финны тоже любят всякие софт-дринн и конечно это я возьму лора просила оригинальный финский long drink джентоник который был изобретен к олимпиаде в хельсинки еще 50-х годах до сих пор пользуется безумной популярностью различные вариации оранжи апельсиновые еще что-то но классический вот такой это скажем ой 2 евро олви маленькая стоит безумно печально что игровые автоматы не работают я думаю что и брат мой старший скажет эх и софия олеговна тоже ну еще раз говорю что азарт финских автоматов он такой там нельзя проиграть много и выиграть тоже много нельзя ставка от 20 центов до евро в обычных автоматах ну там в хельсинки в каких-то автоматах может быть и больше ну как правило там ты играешь на какие-то копейки азарта много выиграть ну там может быть я по моему максимум выиграл 85 евро максималка там 50 там что-то такое и много не выиграешь много не проиграешь часто выигрываешь больше как я говорю что больше азарта чем чем игры и еще раз понимание того что эти деньги идут на благие дела то есть это государственная компания только берет свои расходы остальное там на образование на поддержку леса какие-то проекты еще что-то инвалидам ну и в общем когда ты проигрываешь тебе ну не жалко скажем так а наоборот и поддержал что-то как-то людей это приятно ну в общем да собственно я на месте припарковался вот вход в отель сокос парковка платная понятное дело называется или кстати интересно по времени разные в разное время в разное время суток эти евро 60 за 30 минут евро за 60 минут но и за полные сутки 36 евро парковка стоит наличными я не вижу возможности здесь заплатить только карты мне любезно предложили оставить на рецепции мои вещи там в каком-то специальном месте сказала что да сейчас номеров нет но попробуйте часов 12 подойти и что интересно что немаловажно наверное в нынешней ситуации она сказал да вы при парковались правильно парковаться можно здесь оплатить можно не в автомате а прямо на рецепции так что некий выход да и за что ребята буду гулять ходить смотреть что-то показывать вам конечно же покупать как только что написал моему товарищу андрею бондарю с белоруссии андрюх привет представляешь если мы раньше ездили каждый месяц а то и два раза в месяц финляндия сейчас не были два с половиной года сколько же всего накопилось заказах лора прислала целый список но понятно что в основном для анютки это все сейчас пойду по магазинам я думаю в 10 уже откроется эта история буду смотреть чтобы поменялось не совсем понятно заброшенное ли так должно быть на крыше конечно здание вокзала хельсинки лога достаточно брутальная тяжелая немножко архитектура выглядит и вот часы что это башня вам напоминает не знаю но какая-то она инопланетная уж точно пишите какие у вас ассоциации тоже торговый комплекс форум достаточно большой безусловно пошопиться есть где чем раньше народ и занимался там отель скандик немножко дальше не знаю работает ли сейчас этот ресторан очень старый здание торгового центра стокман вообще в хельсинки много зданий красивой кирпичной архитектуры что-то я вам покажу конечно это не то путешествие в котором мы будем изучать архитектуру но надеюсь что как-нибудь будем и вот это одна из таких легендарных культовых скульптурных групп вообще скажем финская монументальная архитектура она специфическая достаточно интересное место эта улочка знакома всем питерским не только питерским любителям пошопиться нужно быть внимательными здесь все время ходят такие весьма тихие трамвайчики соответственно много магазинов часть из которых я сейчас и буду посещать много магазинов а вечером жизнь преображается не знаю что у нас будет по плану с марку переговоры куда мы пойдем на наверняка куда-то пойдем здесь тоже много заведений много баров много веселья особенно в летнее время такое в дрессмане майки совсем на жесткой скидки 10 то что раньше было по 5 он по 15 это скидка уже и если честно ничего интересного за что хотелось бы денег заплатить все очень скажем так по качеству не очень поэтому возьму привычные носки которые я нашу у них наверно если немного поковырялся посмотрел что-то выбрал но не купил не потому что стало жалко система не работает приходите позже отложили вечер ну как я и сказал то что стоило раньше 5 евро сейчас стоит 10-15 евро на жутких скидках и самое главное что по качеству блин извиняюсь все равно уже не то что то то же самое как носки до что-то мягко говоря не то архитектура центра хельсинки бульвара выйдем еще давайте создадим настроение дойду я до пристани что нам только шопинг успеем мы прогуляемся такой бульвар интересный здесь кафе не знаю ресторан как правильно назвать капелла были масс-марку здесь вкусно любопытно весьма интерьер такой курортный скажем так богатых богатого курорта и соответственно сцена такой путь собирают джаз фестиваль фонтанчики а здесь уже такое другое настроение у нас едет человек а здесь порт соответственно масса куча всяких едалин здесь с местной едой продуктами все как было раньше практически ничего не поменялось корабли стоят паромы ходят и на пристани жизнь идет бурная здесь играют на гармошке как у нас такие местные продукты типа 10 евро рыба 14 можно взять что-то покушать прямо здесь благо выбор большой отправиться путешествие на кораблике кстати местные фрукты ягоды там типа фермерских продуктов в общем так позабавиться можно понятно что цены весьма кусачий но что вы хотели фермерская везде дорогое кстати помидоры 5 евро угурцы кинские евро пятьдесят за штуку но такая красота невозможная конечно же за килограмм пять евро капуста зато всех цветов радуги зеленуха фенки но красиво ребят какого картинка стоит кстати клубника 7 евро литр тоже по ценам горох 6 евро литр или 2 литра за 10 евро и куча 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 всяких ну конечно черешня это немецкая как правило привозная клубника самая дешевая 5 евро я вижу традиционный финский лососевый суп за 10 евро можно взять жареная лябушка лосось ну в общем неплохая идея чтоб перекусить мясные шарики 12 евро и какие-то сувенирчики по хельсинки конечно как выяснилось мы с лорой приезжали на пять дней в хельсинки если я не ошибаюсь да лор город не одного дня очень много архитектуры и мы ходили бродили в его разных частях очень интересно современная архитектура поражает безусловно скань современная скандинавская архитектура это что-то с чем-то конечно же паромы с на парома идут в швецию и мы любят отправляться на однодневные путешествия до стокгольма там кутить кстати все выглядит со стороны 300 летом здорово летом здорово конечно ощущение моря вчера мы гуляли с лорой в кронштадте по вновь открытому вновь открытым частям остров фортов а вот здесь тоже смотрите какая красота весьма знаковое местечко зал торговый торговый зал можно так сказать много вкусностей место есть где конечно всякие итальянские вещи и так далее здесь раньше было заведение в котором делали суп каждый день не знаю сейчас оно живо или нет сейчас тоже сырые есть пожалуйста это можно все брать мясо свежее безумное пожалуйста 188 евро вот суп и больше суп альма а суп и стали дороже немножко лично тонны и мясной суп лосось с томатом не знаю даже наверное возьму что-то попробовать покажу вам здесь очень классные всевозможные сладости сэндвичи на любой вкус здесь по моему были итальянская ага тоже рыбные всевозможные вещи икра копченая соленая выглядит замечательно вот это хорошо конечно соленая 69 евро килограмм ну и различные по 7 евро такие вот бутербродики с икрой но выглядит симпатично так что еще понятно маленькие бутылочки шампанского чтобы день шел веселее бутербродики по 6 евро все где то в этом районе вот копченая рыба различная мед копченые запеченные всевозможные вещи раке раковые шеи маринаде селедочка различная вот даже теряюсь где же перекусить мясо шикарнейшее просто здесь ага вот такие сэндвичи с оленем кебаб кебаб с оленем прошу прощения финский мясной пирог курицы такая традиционная еда частично здесь уже конечно не совсем здесь оливки и так далее сэндвичи это выпечка хотел показать тоже такая очень колоритные меринги булочки всевозможные может быть завтра заскочу с утра возьму лори очень красивые сэндвичи опять из копченой лососи ну вот такая история некоторые выбор дин да интересное место скажите ну сюда стоит приходить на перекус потому что все очень ароматно все очень вкусно и на любой вкус там есть и вегетарианские вещи и так далее я сейчас подумаю что-то точно возьму как вы понимаете я вернулся в супы шеф порекомендовал лососевый суп вот такая вот здоровенная порция можно брать сколько хочешь хлеба весьма вкусный суп очень много лосося свежие овощи и хотя он томатный необычный для финляндии сочетание да есть немножко добавлено сметаны но типичная финская уха это много-много очень жирных сливок это нет это достаточно диетический продукт и реально очень вкусно я думаю большие футболки у ребят хороший размер даже в дрессмане XXL такого нет очень большие футболки это немного даже надеюсь что надеюсь что вы